Вы, кстати, многое из того, о чем вы сейчас сказали в контексте повышения налогов и введения акцизов и сборов, касается проекта закона 56.00, который называется в парламенте, мы на большинство антиолигархическим, и тех, кто критикует этот документ, называют пособниками олигархов, Олег Валерьевич. Дивите, этот закон называют, повисали ему лейбл антиахметовский. Да, среди прочего и так называют. Да, я вам скажу, что этот закон антиукраинский, потому что подвышение податков для фермеров, где там Ахметов? Подвышение податков для людей, которые инвестуют в житло, чтобы потом продать и дитину свою купить и житло, где там Ахметов? Там повышение ориентина народа. А списание в прямом порядке с любого предприятия коштей без решения судов, там где Ахметов? А введение нового ПДВ на строительство житло, там где Ахметов? Это не антиахметовский, это антиукраинский закон. И специально ему выгадали оцю клікуху антиахметовский. Типа то, кто против этого закона, то значит за Ахметова. Я против этого закона. Потому что этот закон вбивает рабочие места украинцев. Потому что этот закон про новые податки приведет к увеличению цен на продукты, на життя. Потому что этот закон делает нашу экономику и наше производство неконкурентным. У нас и так неревні умови, поревняно и с нашими конкурентами за кордоном. Починаючи от кредитования, когда у нас неможливо взять кредиты, а там они за дарма эти кредиты берут. Податковые системы и так далее, и так далее. Так вот новые податки, или сближение старых податков ведет до одного. До втраты конкурентности, до втраты не только из внешнего рынка, а и внутреннего рынка. Потому что закрыватимутся предприятия, люди втрачатимут работу, а свято-место пусто не бывает. Замість нашей продукции будет продаваться и импортная продукция в Украине. И это означает, что снова нет денег ни на войну, ни на бюджетников, ни на медицину, ни на что. Так как этот закон может быть украинским? Как этот закон может прияты тому, чтобы Украина была сильной? Этот закон антиукраинский, это шкодливый закон для экономики Украины, а значит и для самой Украины. Продолжение следует...